Всем привет! Вы на канале Ирина Ф. В этом видео пустые баночки бытовой химии за январь. Давайте начнем со средств, которые я использовала для очистки сантехники. У меня закончилась вот такая бутылка Комета. Это гель для очищения унитаза, обещает нам удаление известкового налета и ржавчины. Средство действует, конечно, великолепно. За его рабочие качества можно ему поставить твердую пятерку, но пахнет, честно говоря, просто ужасно. Для меня такой едкий, какой-то ядовитый запах. Хотя давайте я вам покажу состав. Вот кому интересно у нас состав. Как вы видите, в составе нет хлора, но пахло это средство хуже даже, чем некоторые хлорсодержащие чистящие средства. Ну вот не могу просто таким пользоваться, поэтому, наверное, даже по каким-то очень привлекательным ценам покупать больше не буду. Практически у меня закончился гель для очистки унитаза от марки Просепт. Осталось, наверное, раза на два. Это гель без хлора. Я такой покупаю в Леруа Мерлен. Стоит немного дороже 100 рублей. У меня большой запас таких бутылок. В бутылке, кстати, литр. Также средство прекрасно очищает сантехнику. Если у вас есть, не знаю, на сантехнике звездковый налет, еще какие-то загрязнения, все очищает и устраняет. При этом я очень была удивлена. У этого средства приятный даже запах. Пахнет таким каким-то лимоном, свежестью. Если вы не выносите, не знаю, чистящие средства, попробуйте приобрести это. Мне кажется, вам понравится. Ну и чистящие средства прекрасны, поэтому обязательно буду пользоваться. Закончился у меня освежитель воздуха, который я использовала в Эйрвике. Это цветущая вишня, зеленая коллекция. Не знаю даже, кто производитель, но такие освежители в достаточно широком ассортименте представлены в гипермаркете Лента. Цена на них не бюджетная, без скидок. Такой баллончик стоит дороже 200 рублей, но мне повезло его, так сказать, ухватить по какой-то акции за 100 рублей. За 100 рублей с удовольствием бы покупала и дальше. Но 200 с чем-то, мне кажется, все-таки дороговато. Как всегда, закончился у меня гель для очистки труб от Хоум Стар. Я покупаю его фикс прайс. Ранее он стоил 50 рублей, с нового года подорожал 55. Использую для профилактики засоров. Раз где-то в две недели заливаю по 200-250 мл во все стоковые отверстия. Кстати же, это же средство помогает справиться с каким-то неприятным запахом. Я уезжала в отпуск, дома никого не было. И когда вернулись, почувствовали неприятный запах из сливного отверстия на кухне. Залила этот гель и никакого запаха. Поэтому средство прекрасное, бюджетная стоимость обязательно буду покупать дальше. Давайте посмотрим, что я использовала для стирки. Закончился у меня гель такого большого объема 1,5 литра. Этот гель продается в ленте. Средство для стирки цветных тканей. Неплохой гель, вы знаете, по своим качествам, отстирывающим свойствам. Немного получше, чем бюджетное средство из фикс прайс. Ну, в принципе, у меня нет какой-то, наверное, очень загрязненной одежды. Если же она есть, если есть какие-то пятна, мне все равно приходится использовать пятновыводитель. Поэтому, в общем-то, я отдаю предпочтение бюджетным средствам. Такое же приятное впечатление оставил у меня Вилор. Гель для стирки цветных тканей. Этот уже из фикс прайс за 55 рублей. По-моему, здесь 1 литр. Да, мне он, кстати, нравится больше всех. В фикс прайс есть и другие бюджетные средства для стирки. Там 1,5 литра за 55 рублей. Вроде бы дешевле, но почему-то вот этот Вилор мне нравится больше. Поэтому постоянно покупаю именно его. Ну, кстати, продолжу обязательно покупать, так как меня в нем все-все устраивает. Давайте вот так вот положу, чтобы он нам не мешал. Так, также для стирки я использовала 2 пятновыводителя. Первый вот такой, совсем простенький, антипетин, пятновыводитель, усилитель стирки. Этот я покупала в подружке, стоил, по-моему, даже дешевле 30 рублей. Использовала именно как усилитель стирки, вот с такими вот дешевыми порошками. Мне понравился. Помог отстирать какие-то небольшие, более такие сильные, что ли, загрязнения. Пятна не пыталась им отстирывать, ничего не могу сказать. Но как усилитель стирки мне понравился. В качестве уже именно пятновыводителя отбеливателя использовала отбеливатель от доктор Бекман, ослепительная белизна. Тоже покупала его в подружке. Он против желтизны и серого налета. Да, он действительно отлично работает. Причем в белых вещах убирает, ну, практически, не знаю, любые пятна. Обязательно буду покупать в дальнейшем. Он, конечно, менее бюджетный, чем антипетин. Давайте перейдем к продуктам, которые я использовала на кухне. Средство для мытья посуды руками. Биолан, глицерин и ромашка. Тоже покупаю его в фикс прайс. Стоит, по-моему, 55 рублей. Мне он очень нравится. Он достаточно густой, экономичный расход. Прекрасно отмывает посуду. Мне кажется, не раздражает кожу рук. Ну, хорошее средство. Могу вам смело рекомендовать. Но если, конечно, вы такими бюджетными пользуетесь. Второе средство продавалось вот в таком пакетике. Я его покупала на сайте Озон. Это гель-бальзам для мытья посуды от Chirtan. Здесь объем уже поменьше. 500 мл. Кстати, он у меня до сих пор в использовании. На самом деле, он сейчас у меня как раз перелит в бутылку от Биолана. Поэтому эту бутылку после съемки, конечно же, выкидывать не буду. Вы знаете, у него есть как плюсы, так и минусы. Плюсы какие? У него очень приятный аромат. Он хорошо отмывает посуду. Он совершенно не вредит коже рук. Но, к сожалению, я никак не могу приучить себя мыть посуду в перчатках. Поэтому для меня вот такие мягкие средства просто то, что нужно. Единственный минус, который могу отметить. Этот гель, он очень-очень жидкий. И у него очень большой расход. Поэтому вот эти 500 мл, ну они просто уйдут очень быстро. Стоили, кстати, 500 мл что-то в районе 53-55 рублей. Но если вас такое жидкое средство и большой расход не смущают, то в целом средство от черта мне понравилось. Могу рекомендовать. Чего не могу сказать о таблетках для посудомоечной машинки от Финиш. В упаковке 65 штук. У меня эта упаковка еще не закончилась. Но просто таблетки храню как бы в более удобной емкости. В этом пакете мне хранить неудобно. Вообще таблетки от марки Финиш стоят достаточно дорого. Особенно вот подобные. Все в одном, да, к которым не надо уже ни ополаскивать или ни соль добавлять. Эти же я купила по какой-то супер-супер бюджетной цене. Поэтому у меня в запасе несколько таких упаковок. В общем-то меня успокаивает только то, что я очень мало за них заплатила. На самом деле, хотя таблетки распиарены, мне кажется, качество у них, ну как у самых-самых дешевых таблеток для посудомоечной машинки. Они могут иногда что-то не отмыть. Может остаться какая-то грязь. Они могут плохо отмыть чашку от чая. Ну вот такие косяки, к сожалению, у этих таблеток бывают. Поэтому если вы их увидите за полную стоимость, я вам категорически не рекомендую их покупать. Но если купить их, как я, со скидкой 50-60%, да, тогда можно ими воспользоваться, почему бы и нет. Закончились у меня два продукта от марки Фрау Шмидт. Оба мне очень нравятся. Покупаю их в подружке, но видела их в других магазинах. Кстати, где-то даже видела и подешевле, чем в подружке. Итак, первое это антинакипь для чайников и кофеварок. Ну, я использую исключительно для чайника. У нас, не знаю, как-то в районе не очень хорошая, не очень качественная вода. И у меня накипь в чайнике образуется очень-очень быстро, поэтому мне надо чистить достаточно часто. Кстати, в упаковочке две штучки. Также две штучки вот в таком очистителе для стиральных и посудомоечных машин. Ну, я использую одну таблетку для стиральной машины, вторую для посудомоечной. Мне очень нравятся эти таблетки, особенно нравится соотношение цена-качество. Да, вот такая упаковочка со всеми скидками моими в подружке обходится мне где-то в 55 рублей. Ну, то есть, одна таблетка у нас сколько получается? 27,50. Я считаю, это недорого, очищает действительно хорошо. Поэтому обязательно буду покупать. И последнее, что я покажу в пустых баночках от бытовых товаров, это вот такая губка, придающая блеск черная. Губка подходит, написано, для всех изделий из гладкой кожи. Но я использовала и для кожаных изделий, и для обуви из кожзама. Вот эта марка Happy Food, она представлена в фикс прайс. По-моему, эта губка стоила 25 рублей. Нормальная губка, достаточно долго прослужила, хотя пользовались ей практически ежедневно. Поэтому, если увидите такую фикс прайс, можете смело покупать. Свои 25 рублей она вполне отработает. Ну, вот такие пустые баночки у меня за январь. Я не знаю, много это или мало. Напишите, кстати, какими средствами обычно вы убираете, стираете, моете посуду. Может быть, посоветуете мне что-то интересное. Кстати, люблю экспериментировать и пробовать какие-то новинки. Всем спасибо за просмотр моего видео. Всем отличного настроения. Всем самой-самой легкой и приятной уборки. Всем пока!